Музыкант Андрей Макаревич жестко раскритиковал Путина. Медведев огласил новые цели спецоперации. Россияне требуют отставки Путина. Маша Захарова заговорила про техногенную катастрофу. Все по плану, товарищи. А то, что ВСУ вошли в Курскую область, вот она, каноническая, международно признанная территория России, воспетая в том числе в кинематографе, Курская дуга, Великое Отечественное и так далее. И сейчас мы видим совсем другую историю. То есть не видим добровольцев, которые записываются, чтобы воевать и так далее. А это тоже получается, что такое великое развенчание мифа о том, что ну вот не пядя русской земли. Есть много развенчаний. Первое это миф о непобедимости русского оружия и лучшей армии в мире. Но у меня только один вопрос. А что же вы, жители Курской области, может вы не с того президента голосовали в свое время? Или поддерживали так хорошо? Ну, это же война, которую начала, начала ваша страна. А в войне бывает ответка. Она прилетает. Ну, Макаревич, красавчик, согласитесь. Респект ему за позицию. У меня есть еще вопросы к Владимиру Владимировичу Путину, касающиеся того, как мы сейчас живем. Владимир Владимирович, в феврале 22-го года ваши подконтрольные СМИ говорили, что у нас эта операция закончится за три дня. Вы извините, она уйдет третий год. Но идет и идет. Главное, что все происходит так, как планировал мудрый Владимир Владимирович. Есть такой депутат Константин Затуллин, который сообщил не так давно, что у нас эта операция не достигла цели демилитаризации, не достигла цели демилитаризации. Это было официально заявлено депутатом Госдумы. Почему у нас сотни тысяч заводов перестали существовать при вашем правлении? Это разве не является признаком госизмены и диверсии? Во как россияне уже заговорили. Они вылить часом весной радовались тому, что Путин пошел еще на один срок. Вы кому служите? США или российскому народу? Почему народ нас так живет сейчас в нищете? Люди гибнут? Да и туда же дошло. Вот эти вопросы, которые мы хотим озвучить и получить на него ответы. И требуем ухода вас в поста президента России. В отставку вас. Как-то Путин своими действиями не очень удовлетворил своих избирателей. Наверное, все-таки потеря части территории России, а также успешная демилитаризация российских регионов, вселяет россиянам мысль о том, что царь может быть голым. Среди народа уже начали говорить о том, что в Кремле может быть диверсия. Настолько стремительно было вторжение на нашу территорию, что у меня складывается мнение, что либо наши границы по всем не защищены, либо это диверсия, но на командующих военных наших. Ведь информация о российской разведке была уже за две недели известна. Я лично в интернете видела эти тексты. Ну вы, дамочка, может и видели. Только вот Путин интернетом не пользуется. Я считаю, что интернет очень перспективная форма общения. К сожалению, мало я ей пользуюсь в силу врожденной лени, с одной стороны, а с другой стороны, в силу того, что сейчас у меня много других возможностей. Много сотрудников аппарата, помощников, которые занимаются этим профессионально и дают мне уже готовый результат. И как можно поверить, что наше руководство военное не знало об этом. Век в супровизации, век в контроле, когда за каждым человеком прослеживают камерами, когда идет реклама по кривидению, что в космосе мы можем увидеть монету над ней. Наши вооруженные силы почему-то не увидели скопления войск на границе с Грунской областью. Поэтому у меня складывается мнение, что это настоящая диверсия. Еще генерал-лейтенант Гурулев с передачей из Пологьева... Так вот, откуда ноги-то растут. Дамочка наслушалась генерала Апохмела. Некоторые телеграм-каналы открыто говорили, что главнокомандующий Герасимов за две недели вывел войска, то есть вывел дополнительные силы, то, что могло защитить наши границы. Как это может быть не диверсия? А вот так вот. Просто в это же время на Первом канале рассказывают о том, что в Курской области у ВСУ произошла ловушка успеха. И ни про какую диверсию речи не идет. Я бы еще отметил такую важную вещь. Это, так скажем, ловушка первоначального успеха. Мне все равно кажется, что не рассчитывали на такой стремительный прорыв в украинском генштабе. То есть, ну, что-то пошло, видимо, не так в нашей обороне. То есть, изначально плана Украины был поменьше. И тут им предоставилась возможность зайти глубже. И в голове украинского командования что-то щелкнуло. И они сказали, вот, это наш ключ к успеху. Это просто такая ловушка успеха. Парадокс в том, что буквально в этой же студии, где только что звучал бред про ловушку успеха, появился другой эксперт. Он сказал про то, что украинская армия оснащена лучше, чем российская. И что на самом деле ситуация крайне сложна для путинского режима. Хотел бы обратить особое внимание на то, что когда я слышу специалистов, в том числе и ряд депутатов Государственной Думы, говорят о том, что нам достаточно войск для того, что не нужно проводить каких-то дополнительных мероприятий, для того, чтобы успокоить своих избирателей, в том числе, наверное, есть депутаты, часть избирателей которых сейчас находится, на оккупированной территории Российской Федерации, потому что противник вторгся не в Курской области. Противник вторгся на территорию Российской Федерации. Прекрасно. Выходит, что Донбасс, Запорожская, Херсонская области, Крым уже больше не являются для этого уникума территориями Российской Федерации. А это мы еще не начинали. Нам сейчас противник дал возможность, наверное, одуматься, осознать, где-то встряхнуть нас, потому что мы сегодня с вами говорим о том, что у противника, оказывается, есть резервы, у противника, оказывается, достаточно артиллерии и техники, и, оказывается, она продолжает поставляться противнику по каким-то путепроводам, мостам, какие-то заводы каких-то стран их производят. Но эти заводы находятся за пределами Украины, и эти заводы будут производить все больше и больше техники, и вооружение, и украинских солдат будут обучать за пределами Украины, потому что будут понимать, что по этим территориям российская армия бить не будет, потому что у нас не война, а специальная военная операция. Вы представьте, чего могли бы добиться наши войска, если бы они имели такое вооружение, которое сегодня имеет украинская армия. Я конкретно сейчас предлагаю всем выйти из зоны комфорта, довольствоваться тем, что есть вода в кране, значит, забыть про все какие-то мероприятия. Вот какие прекрасные итоги спецоперации Путина, правда? Пропагандисты на федеральном канале призывают россиян радоваться тому, что у них пока еще есть вода в кране. Хотя даже этим не все могут похвастаться. Знаете, почему Россия самая богатая страна в мире? Да потому что Америка не может себе это позволить. Мне, пожалуйста, апельсиновый сок. Спасибо. Но поверьте, это еще был не венец маразма. Те люди, которые принимают решение, рассуждают о войне, будут это знать, вот когда будут на канале, пушка-рапира там стреляет, родные мои. Ну, откройте хотя бы интернет, посмотрите, ТТХ пушки-рапира и год ее производства. Если вы по-прежнему мечтаете пушкой-рапира победить противника, то это будет долго. Да я вас умоляю, пушка 60-х не предел для второй армии мира. Оккупанты воюют сейчас и гаубицами 38-го. Таким-то агрегатом действительно. Только молитва поможет. Учитывая все обстоятельства, Путину сейчас все сложнее стало заманивать россиян на войну. Даже обещания золотых гор не вселяют былого доверия к системе. Поэтому у Соловьева стали вовсю кричать о том, что именно срочники должны идти защищать Россию-матушку. Воевавшему и человеку, воевавшему срочниками. Вот мы по современной жизни об этом забываем. Об этом и Владислав Шурыгин говорил, и не только. И тут многие начинают исходить на г**ть по поводу того, что российская пропаганда снова предлагает бросить детей в бой. Я, как человек, служивший в армии, просто хочу сказать, подождите, а армия, она зачем тогда нужна? Опачки! Амардан-то выходит, человек, служивший. А почему, интересно, он сам сейчас не на фронте? Пишите мнение в комментариях. Ну вот а призывают-то зачем? Наше общество должно быть готово к тому, что заниматься обороной и безопасностью – это дело всего народа. И к этому надо проходить профессионально. И готовить людей. Тех, кто профессионально сегодня на линии соприкосновения, должны знать, что их дети и внуки, которые срочно-срочно проходят обучение, могут быть готовы их заменить, когда возникнет потребность. А в Афганистане я с 18-20-летними пацанами в составе своей группы на всю катушку зеленых беретов, с которыми мы тоже сталкивались там и с разными американскими специальными подразделениями. И сделали это бойцы, срочники. Абсолютно верно. Только вот матери погибших за Путина срочников не сильно рады перспективе демилитаризации молодого населения своей страны. После этого вы хотите, чтобы вам срочников отправляли на службу? Мальчики шли. Девушка, вы понимаете, вы мне такие вопросы задаете, на которые я не отвечаю. Давайте как-то эмоции свои спрячем подальше. Куда? Ну не знаю, как это можно спрятать? Это мальчик. Вы зачем мне это рассказываете? Это мальчик. Да, Путин пообещал, что срочников на фронт отправлять не будут. Но слово Путина не многого стоит. Он вчера говорил одно, а сегодня другое. Вскоре, вероятно, заявит, что никого туда вообще не посылал. А они пошли туда сами. Ситуация напряженная, то есть противник не оставляет каких-то надежд, не обрести все более новые территории. Кидает в бой все новые и новые резервы, которые подходят. Жгет технику просто. Сейчас под контролем ВСУ находятся почти 1300 квадратных километров Курской области. Не так давно ВСУ взяли под свой контроль населенный пункт Казачья Локня. Кремль перебросил на это направление около 30 тысяч распятых мальчиков. Но судя по тому, как проходит операция, наверное, часть из них где-то разминулась с украинскими войсками. Зет-каналы писали про то, что Украина взяла под огневой контроль еще одну трассу в сторону Рыльска, что позволит ВСУ продвигаться вперед. Несемся просто, чтобы от дронов, на самом деле, уже близко к лобпосту. Местная фишка, короче, тачки без дверей, чтобы сразу выскакивать. Прекрасная фишка. Как раз под стать путинской России. Вередовые российские каналы по-прежнему говорят, что все по плану и паники нет. Но лично меня повеселило то, что один из экспертов назвал потерю контроля в Курской области шахматной игрой. В Курской области идет настолько потрясающая игра наших гроссмейстеров, что ее, чтобы понять, надо описать в шахматных терминах. Вот в шахматах есть семь основных тактических комбинаций, да. А украинцы использовали двезни, которые такие первоклашные, для первоклашек. Начальный уровень самый такой. Это прямой удар и отвлечение. А наши гроссмейстеры что делают? А ваши гроссмейстеры, прости господи, молча ретируются с шахматной доски. Они делают тут же каскад, как бы урок игры в шахматы. Они каскад тактических операций тут же начинают, да. Капкан, захват фигуры. Вот сейчас основная тактика, вот то, что вы сказали, да, на этом направлении, это засады. Они вообще этого не ожидали. А на всех основных направлениях, которые они пытаются прорываться, ждут засады. Да, да, особенно кадыровские засады, которые ждут ВСУ до сих пор где-то возле границы. Плюс такой двойной удар, да, мы демонстрируем. Плюс воздное такое сцепление. Плюс завлечение, да, это вот все тактические комбинации, которые шахматные, да, которые мы демонстрируем. Барат, смотрите, я небольшой шахматист, и после нашей беседы понятно, что, так сказать, жизнь уже не будет прежней, в шахматы я не буду с прежним чувством играть. Вот, потому что буду все представлять, все вот эти, значит, каскады, засады и так далее. Но послушайте, вот вы говорите, завлечение, заманивание. Тут же важно, важно их заманить, так сказать, не до Урала. Правда я, правильно же я понимаю? Правильно понимаешь. С солдатам ВСУ и Москвы будет достаточно. Так что заманивайте дальше. Тактика надежная. Важно их заманить все-таки, потому что сейчас вообще выглядит со стороны, ну, то есть, если не в шахматных терминах это описывать, то, что происходит, я совершенно не нагнетаю, так сказать, там, панику и так далее, наоборот, борюсь с ней каждый божий день в эфире в том числе. Так вот, но, тем не менее, пока со стороны, если описывать не в шахматных терминах, а в политических, выглядит вот как. И, собственно, обратите внимание, западная пресса вовсю именно в этих терминах это использует. Смотрите, смотрите, а так можно, оказывается? Смотрите, смотрите, не так уж и страшно, смотрите, смотрите, ну и так далее. Вот не в шахматных терминах, это выглядит довольно обидно. Вы только посмотрите. Украина обидела российских пропагандистов. Какая жалость, мальчики, может вам чем-то помочь? На другом канале у Соловьева нацист Мордан вообще уже говорит про то, что Россия вовсе не всемогущая. И намекнул, что в ответ на пересечение красных линий никакого удара возмездия ждать не стоит. А инфантильность – это всегда эгоизм. Человек полностью сосредотачивается на себе, на своих личных переживаниях. Вот, вот, мне плохо, мне больно, мне некомфортно, мне страшно. Вы немедленно, потому что мне плохо должно нести ответный, сокрушительный, лучше ракетно-ядерный удар. Немедленно. Не потому что в этом есть, ну, даже вот с точки зрения его личной логики, военная целесообразность. Нет. Потому что мое персональное эго страдает. Потому что я на протяжении многих лет верил, это твоя проблема, что ты верил, что мы настолько могущественные, что никто не посмеет, никогда, ни при каких условиях. С чего это вы так думали-то? Ну, реально. Вот те, кому больше сорока лет, вы с чего так думали-то, я понять до сих пор не могу. Может быть, потому что твой коллега – вечерний пустобрех Соловьев – все эти годы по ящику задвигал вот это. Хотите суда в Гааге? Будем вас судить в Гааге. В Гаагу придем, как в Нюрнберг пришли судить вас. В Гаагу придем, в Париж вернемся, как в 19 веке, в Берлин, как в 20. Если в 21 веке необходимо снова русскому солдату напомнить европейское с... о том, что думать надо с уважением, мы заставим. В этом и есть весь парадокс. Ведь россияне, наслушавшись подобного бреда, действительно поверили в то, что их страна могучая и непобедимая. Однако, как оказалось, не такая уж могучая и не такая уж непобедимая. Путинская армия – это сборище убийц и мародеров. Про что говорят сейчас жители Курской области, у которых российские солдаты ограбили все магазины. Видно, тут все валяется. Забрали что-то, не забрали что-то. Согласен джеки. Меграфон. Так. Что есть? Самое интересное, вот оно. Вот оно. Отсюда встал. Дверь просто взорвали. Цифромаркет. Это проникновение. В любом месте. И тоже меграфон. Я не захожу, но отсюда смотрю. Пятерку там тоже прихватили. Конечно, кремлевская пропаганда могла бы это попробовать спихнуть на действия ВСУ. Как они уже делали это много раз. Да вот только ноги солдата украинской армии в Глушково пока еще не было. Тем временем, на фоне сложной ситуации в России, на связь вышел ядерный Димон. Учитывая все вводные, про которые мы поговорили ранее, этот персонаж не придумал ничего лучше, чем объявить о том, что цели путинской спецоперации были изменены. Вот вы не знали, а оказывается, русские мальчики уже умирают не за освобождение ДНР и ЛНР, про что постоянно твердил Путин. Такие, в общем, тревожные настроения. Вот когда закончится, активная часть, если, ну, дай бог, чтобы, конечно, случилось это, как можно быстрее, нам все равно придется еще в течение достаточно большого количества лет выпускать оружие в очень значительных объемах. В таких объемах, в которых когда-то Советский Союз после окончания Великой Отечественной войны выпускал это на протяжении десятилетий. И ровно поэтому мы до сих пор, вы сами знаете, в ряде случаев используем тот самый запас. Если бы его не было, то все. Нашим врагам ведь весь мир поставляет, вы сами сказали. А мы на самообеспечении. Да, да, все верно. На самообеспечении у Северной Кореи и Ирана. Не соврал, Димон. Да, у нас есть друзья, союзники, но мы с вами понимаем, что все равно мы воюем своим оружием и достигаем цели своими силами. Вот. Ну и вопрос в том, что в настоящий момент у нас есть все возможности для того, чтобы этих целей, целей, заявленных президентом по специальной военной операции, достичь. эти цели тоже продвигаются вперед, ведь когда начиналось СВО... Территория Курской области еще была под контролем России. Значит, было определенное понимание того, что произошло в результате распада Советского Союза, в результате попыток затащить Украину в НАТО, разместить там оружие, которое причинило бы нам неприемлемый ущерб, в конечном счете могло привести к дроблению страны, к уничтожению нашей страны. Ну, конечно. А сейчас все движется явно в другом направлении. А сейчас это уже несколько иные цели, включая реальные последствия на Земле, к которым вы имеете прямое отношение. У нас появилось четыре новых субъекта Федерации. А один субъект Федерации был потерян, но так и было запланировано. Это для страны хорошо, потому что это наша земля, но мы должны понимать, что их придется защищать. Акстись, Димон, вы саму-то Россию не способны защитить. Какие там оккупированные украинские земли? Вот, поэтому уверен, что силы для этого у нас есть. Самое главное, о чем я сказал. У нас есть характер и любовь крузии, и именно поэтому мы достигнем этих целей и победим. Разве что только здравый смысл. В интернетах появляется все больше видео того, как жители России радуются приходу в СУ. и благодарят украинских солдат за освобождение от путинского режима. Света нет, а еда вот ваши люди нас нам доставляют и по магазинам мы ходим. Как с вами ведут себя украинские военные? Замечательно. Хорошо. Нет, правда, правда, спрашивают, что-то надо, никто вас не обижает, это правда. Ну что, мы, наша Россия, если честно, да, влезла на вашу территорию. Вот и все. Не полезли бы ни в чём это время было. Это правда. Говорю, как есть. Я шла там бабушкам, вчера привезли хлеба много. Она мне дали, а это я в интернет несу нашим. Как вы думаете, почему война пришла в суд, не знаю. Ну, вы же взрослый человек, у вас, наверное, есть своё мнение. Не, честно, нет никакого, ни мнения, ничего. Своё мнение в путинской России редкость. Тут и не поспоришь. Вы русский мир. Ребята, объясните мне, что это такое? Я никому не приходила и никому ничего плохого не делала. А то, что там где-то дяди что-то не поделили между собой, вот это вот начинают устраивать разборки, мне это нахер не надо. Только вот почему россияне сами себе выбрали такого дядю, точнее, такого дедушку, непонятно. Политикой может пора начинать интересоваться. Хочу поделиться с вами наблюдением. Жители приграничья, то есть Курской и Белгородской областей, уже не просто не понимают, почему на них не обращает внимание Путин. Они уже не рады видеть в своих городах и селах русских солдат. Говорят, что все они должны отправляться на фронт вместо того, чтобы прохлаждаться в условном тылу. Ребят, еду по Белгороду, но реакция людей, мягко говоря, не очень хорошая. По поводу военных уже немножко ровчих. Говорят, воюйте, воюйте, если вы взялись воевать, воюйте. К слову, в самом Курске сейчас героически держит оборону кадыровский командир Апти Аллаудинов. Пока ситуация на фронте в Курской области остается сложной для российской армии. Этот герой из тыловых городов продолжает уничтожать языком тысячи единиц техники ВСУ и не забывает при этом фоткаться с местными жителями. Апти народный герой Курян. Что ж, какое время такие герои у жителей Курска. Издаем все, все держим в строе, делаем все для того, чтобы победить. Вся скоро будет разов победу. Держимся все вместе к вам. Ахматила! Да. Слушайте, ну да, отношение такое необычное, необычное. Пропустил ВСУ в Курскую область. Кадыровцы массово сдались в плен. Сам бежал с поля боя. Знаете, действительно герой. И отношение к нему необычное. Чего вы все к нему лезете, к этому Аладиновому? Ну, такой человек, как бы я подписан у него на фанале, это такой человек, который внушает доверие, и очень я верю в него, и я верю в него, что его армия, его подразделения Ахмат все это сделают, вычистят всю эту месяц. А там люди говорят, что занимаются, да? Да. Там работает Ахмат, зачищают полностью. Они зачищают, вычистят эту нечистью. Они все это вычистят, и дай Бог им слава, Ахмат сила, и нашим тоже ребятам, солдатам вооруженных сил Российской Федерации. Дай Бог им здоровья. Украинские войска находятся на территории Курского. Вы считаете, Андрей Владимирович, я считаю, потому что это позор. Нет, вы считаете, Андрей Владимирович, я помню, сколько длится у нас СВО, вы у нас штатный счетовод. Я еще раз напомню, что через 84 дня будет тысяча дней войны. Это тоже позор. Ну ладно. Это с вашей точки зрения личное, Андрей Владимирович, или это вам киевские товарищи Это моя личная точка зрения, потому что я помню о том, какой была Великая Отечественная война. А вы помните, вы застали, вы воевали. У меня отец воевал, извините. Тогда не говорите, что вы помните о том, какой была Великая Отечественная война. У меня отец. Андрей Владимирович, давайте вы, пожалуйста, этот нарратив не надо. Ему было бы стыдно сегодня за то, что происходит, как работает наша армия. Я еще раз хочу сказать, мы, к сожалению, опять, в очередной раз живем иллюзиями в отношении Украины, что там все разваливается и так далее. Извините, вот этот дрон поленица реактивный, который входит в серию уже, имеет дальность 560 километров. Не реактивный дрон новой модели, имеет дальность 2000 километров, который тоже уже запустил в серию и скоро будет наносить уже удары по нашим предприятиям на Урале. Кстати, украинские птички впервые залетели на огонек в Кировскую область, за которой уже находится Урал. Совпадение? Не думаю. О, неразь. Третий. Пошел на снижение. Третий на снижение пошел. Ой, 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 Парни же там. Все, пошел, выгорать. Второй дрон, блядь, дипя. Вот тут уже не такой. Кто же на колыке не несет? Второй дрон, блядь, дипя. Не на обуви, нас. Вот это в резервуар попало. Да, да, после того белый, белый был вот здесь за мачтой. Вот тут за мачтой. Тут второй бахнул. До тех пор, потом мы будем летковысленно относиться к Украине и считать, что это страна, которая вот завтра развалится и приползет в поле. Где готов, кто провалил? После того, как сутки провела в отделении полиции в городе Белгорода молодежной 1, где нас задержали, меня и двух моих подруг. Вы понимаете, когда женщину вот ни за что могут просто задержать и издеваться над тобой, обзывать тебя, бить тебя по голове, понимаете, что сознание можно было потерять. Упала я просто без сознания от того, что меня ударили. За что, я спрашиваю, меня вы бьете? А просто так говорят. Это были сотрудники ЦП. Неизвестно, за что именно задерживали эту дамочку. Однако, похоже, только в таких условиях россияне вспоминают про закон и порядок у них в стране. Не составит на нас никакого протокола. Значит, мы ничего не нарушали. Значит, мы никакие не преступники. Мы ничего не нарушили. Нарушили наши права. Наши человеческие права. Не объяснив тебе ничего. Что такое у нас в стране происходит? Когда власть в стране захвачена старым дедушкой-чекистом, то про какие права и про какую свободу вообще может идти речь? Показательно, что недовольство действиями Путина и его преступного режима стабильно продолжает возрастать. Сначала Госдума приняла, Совет Федерации одобрил, а Путин подписал. Путина, нам нужен такой Путин, который ничего не думая, он просто подписал. Дамочка, Путин так уже 24 года работает. Вряд ли он вообще знает, что происходит у него в стране. Раньше цари, да, военно-начальники критических ситуаций, садились на своих коней, на броневель, и они шли впереди всей армии. Иди тогда. Вот именно. Даже конь в Кремле есть для таких вылазок. Вот прекрасная акция народ поддержал депутатов, чиновников, их детей на фронт. Идите, докажите свою любовь к Родине, защитите народ, о котором вы как допечетесь своими принимаемыми законами. Пусть Путин тогда вас возглавит. Лично на броневике или что у нас там есть-то вообще? Есть аквадискотека, подойдет? Что у нас там осталось-то? Мы даже не видим, чтобы он комментировал значимые, важные события. Он вообще круглосуточно, 24 на 7, с людьми на связи должен быть. Он гарант, гарант. Где гарантия свободы, служба, безопасности, целостности территории, на что мы будем сыты, что мы будем в стабильности, что у нас не будет инфляции? Где-где? На загнивающем Западе. Настолько гарантий, что мы пешими колоннами покинем свои дома и с***ть. Вот эти гарантии у нас есть. А больше вы в путинской России и не получите. Более того, даже обещанные 10 тысяч рублей от Путина получили далеко не все пострадавшие от СВО в Курской области. Поэтому местные жители начали наживаться на горе своих соотечественников. Хочется сказать слова благодарности таксистам из Курчатова, которые привезли человека за этой машиной, который вчера в таких переделках был, за 7 тысяч. Спасибо вам, ребята, что мы боремся за наше освобождение нашего Курска. Спасибо большое. Мы такие классные патриоты. И помылись ребята в Курске за 3 тысячи. С человека. С человека. Просто прийти помыться. За 3 тысячи. Спасибо вам, дорогие землячки. Да всегда пожалуйста. Хотя бы теперь понятно, почему русские своих не бросают. Чтобы просто потом на своих же и заработать. От власти уже никто не ждет помощи. В то же время представители российской власти вместо того, чтобы обсуждать проблемы жителей приграничья предлагают очень смелые решения. А они думают над тем, чтобы отправить всех таксистов и курить. Потому что явно есть проблемы, о которых не говорят. Еще раз повторюсь, оно может быть нет, но вот доставка у нас огромное количество доставщиков, которые и самые высокие зарплаты и перекупать. Нет, товарищи, дорогие. Ситуация такая, пешком придется ходить в магазин. Ну что делать? Таксисты огромное количество становиться сейчас и понять, что либо мы как бы продолжаем в этой логике, тогда у нас некому работать на заводах, некому обеспечивать нашу внутреннюю, вообще в агропромышленном комплексе и так далее. И мы будем просто заниматься обслуживанием, либо дайте не закончить, либо мы все-таки первое это острый мобилизационный сценарий, второе мы хотим, не хотим, нам придется заниматься производительностью труда. Сегодня станку, а дальше когда у нас появляются клады, первое, что я уже говорю, острый мобилизационный сценарий. И сразу же это будет стоить сколько для потребителя? Не важно, сколько это стоит. Мы просто должны понимать, что когда у нас некому выполнять гособоронзаказ, можно продолжать разводить пиццу к редакции. О том, что будет проблема кадров, мы говорили уже несколько лет, пять лет подряд. Сейчас острая ситуация. Я даже согласен с тем, что курьеров, наверное, очень много, но и дальше, то, что вы сказали, для меня была отраведливая. Эту фазу надо прожить, надо понять и принять решение. Именно поэтому. Оказывается, в России, которую построил Путин, нету людей, которые могли бы обеспечить все его террористические прихоти. Куда же делись все сказки о том, что российское общество мобилизировано для одной цели, для успехов на спецоперации. Сейчас почему-то на российском телевидении открыто говорят о том, что Путин готовит новую волну мобилизации. Просто мобилизации очень активно муссируются в общественном сознании. Да. Но мы тут опять, в общем-то, стесняемся сказать народу. Да, мы резервы готовы. Да, да, правда, об этом не надо говорить. Да, возможно, у нас идет скрытая мобилизация. Да, это возможно. Да, мы потихоньку переводим экономику на военные рельсы. Да, все идет по плану. Да, паниковать вообще не нужно. Все настолько у России хорошо, что муж Скобеевой выдал исполненный величие репортаж. Где уверял в том, что Украина ни за что не сможет взять Курскую АЭС. На это дальние подступы, упреждение противника, недопущение его подхода к охраняемому объекту. Невероятные километры траншей, оборудованных хорошо Росгвардия. Здесь держат оборону возле атомной электростанции. Готов уже на АГС боец автоматический гранатомет для того, чтобы выполнять свои задачи. И, конечно, никакой станции даже близко Зеленскому не видать. Помните, как Путин повелевал ВСУ сдаваться, а российская пропаганда рассказывала, что Украину победит за два дня? Третий год полномасштабной войны и на федеральном канале обещают, что уж Курская АЭС точно устоит перед ВСУ. Хотя и в этом уверены не все, потому что не так давно на станцию подвезли реально мощную систему ПВО. Россия это такая страна, которая напрямую управляется Богом. Потому что если это не так, непонятно, как она вообще существует. В первой части я согласен. Россия страна, которая напрямую управляется Богом. Что касается второй части, то уже мой опыт работы в той должности, в которой я нахожусь сегодня, подсказывает, что Россия существует благодаря русскому и другим народам, населяющим эту огромную территорию. Благодаря их таланту, преданности своей стране и уверенности в завтрашнем мире. Казалось бы, на этом можно уже и заканчивать выпуск, но нет. Маша Захарова порвала все хит-парады. Эта любительница клубнички на фоне шаткой ситуации внутри России и тяжелой ситуации в Курской области наконец нашла многополярность своей страны и нашла не где-нибудь, а прямо в Нигерии. Какую роль наши страны, ваша страна и наша играют поддержание и развитие тезиса о многополярности. Я считаю, что это одна из основных задач сегодняшнего дня. Что такое многополярность? Что это такое? Боюсь, что эта аудитория тебе на этот вопрос не ответит. Ну, казалось бы, ну, наверное, какая-то очередная концепция. Да нет, это способ уйти, по крайней мере, сдержать наступление таких вечных проблем человечества, как расизм, нацизм, сегрегация, эксплуатация, колониализм. Ага. То есть многополярность России заключается в том, что они хотят избежать того, что сами же культивируют? Интересно, а Маша знает, что такое логика? Это философия, это концепция, это путь, в котором такие глобальные явления, как взаимоуважение государств, уважение и соблюдение суверенитета, территориальной целостности, культуры, традиции, обычаи, истории занимают главенствующее место. Жалкое зрелище, как Захарова пытается втюхать Нигерии путинскую концепцию многополярности, очень напоминает ситуацию в подъезде, когда неизвестные люди со странным выражением лица пытаются кому-то продать картошку или пылесос. Это еще раз демонстрирует то, в каком состоянии сейчас путинская вертикаль власти. Пресс-алкаше русского МИДа после расширения зоны КТО на город Курчатов и на Курскую АЭС начала бредить про угрозу техногенной катастрофы. Ну и во всем традиционно обвинять киевский режим. Ни у кого мне кажется на сегодняшний день не осталось сомнений, что режим Зеленского готов поставить на кон жизни граждан России, граждан Украины и других стран и сжечь европейский континент во вне вот такой техногенной катастрофы в угоду своей русофобии, которая проплачивается Западом. как вы понимаете излучений и радиации границы нет. Они виза себе не оформляют эти частицы смертоносные, когда перемещаются по нашей планете. Ну соответственно нужна объективная оценка обстановки со стороны МАГАТЭ. Вот этот эффект и необходим. Люди, которые оккупировали Запорожскую АЭС обстреливали ее и устраивали там провокации. Заговорили про какой-то терроризм. Скажите, быстро уголовники вспоминают про закон в нужный для себя момент. Кремлевская пропаганда вообще стала радоваться новым прилетам по территории России. Что это, если не Гойда? А вот что касается Мурманска, то, что Олеся рассказала, и беспилотника, что-то мне это очень не нравится. Хорошая новость. Хорошая новость? Конечно. Не думал, что это скажу, но я согласен с этим пропагандистом. Новость действительно прекрасная. Хорошая новость? Конечно. Саша, ты про Мурманск, про беспилотник, украинский? Да. Хорошая новость? Конечно. Можно поподробнее, пожалуйста? Это говорит только о том, что мы не ждем у моря погоды, а готовы, в том числе, и там, где Украина рядом не валялась. Они, по-моему, не первый раз уже пытаются аэродром оленя атаковать. Ленинградскую область вспомним. То есть, каждая информация о том, что мы сбиваем, и даже на самом деле неважно где, это хорошая новость, потому что мы ждем, мы готовимся, у нас есть для этого необходимые силы и средства. Да-да, нефтебазами вы сбивать хорошо умеете, и этих средств у вас пока еще хватает. Ну, это хорошие новости. Хорошая новость в том, что мы действительно, мы ждем, и действительно, независимо от того, где находится стратегический, там, наш аэродром, мы его охраняем. Ну, это, конечно, фантастически удивительная новость. Я не знаю, я мог бы это посоветовать, если меня спросили бы, и до всего происходящего. Ну, если бы спросили. Вот. А плохая новость в том, что их беспилотники долетают каким-то образом до Мурманской области. В этом как раз нет ничего удивительного. В этом действительно нет ничего удивительного. Новые разработки ВСУ еще и не на такое способны. На фоне такой тревожной ситуации в России, на фоне постоянных атак дронов, расширения фронтов Курской области, расширение зоны КТО не выдерживает организма и у главного тиктокера Российской Федерации, то есть у Рамзана Кадырова. Шичинский главарь во время одного из своих эфиров заверил, что со здоровьем у него будто бы все в порядке. Но вот только есть нюанс. Каждый три месяца прохожу дом. Капремонт. Четыре дома. Полгода дом. Большой дом. Большой ремонт. Врачи говорят, что организм дом. Как у молодого парня. Тогда зачем же Рамзанчик ходит каждые три месяца на капремонт? И что тогда делают врачи раз в полгода, дом? Так что те шайтаны, которые дом говорят, что у меня что-то не то, не в порядке вам, они не дождутся. Меня уже как я всегда помню убивают дом, взрывают дом, обстреливают дом. Стоп, стоп, стоп. Это территория Лукашенко. Тут занято. Слушай, в 94-м меня расстреляли на восточной границе. Меня расстреляли, но я не сдался. Я шел до конца. И люди мне поверили. Сейчас, так не получилось, но сейчас всякие разные болезни придумывают. дом. Чуть поправился, дом. Говорят, что нездоровый. Чуть похудел, опять нездоровый. Короче, дом. Надо опрос сделать, дом. И дом. Надо голосовать, дом. Сколько килограмм надо весить, дом. И столько надо держать килограмм. Да, голос здорового человека, сомнений нет. Я буду на этом заканчивать, друзья. Спасибо вам за просмотр. Услышимся в следующих выпусках. Продолжение следует...